Прежде чем я начну показывать этот фокус, я должен объяснить одну вещь, которая очень важна в этом трюке. Мы будем искать похожие карты. Что значит похожие карты? Вот, допустим, тройка крести. Похожая карта это тоже тройка, тоже черного цвета, но другой масти. Соответственно, это тройка пики. Давайте, например, еще туз черви. Тоже туз, тоже красного цвета. Соответственно, это туз буби. Ну и, допустим, десятка черви. Тоже десятка, тоже красная. Десять буби, соответственно. Валет пики, тоже валет, тоже черный. Валет крести. И сейчас мы сначала перемешаем колоду карт. Например, вот так. И подснимем тоже несколько раз. И давайте посмотрим, что у нас сверху. Сверху у нас дама пики. Похожая на нее карта, соответственно, дама крести. Именно ее мы и будем искать. Я дам колоду карт зрителю перемешать. Как угодно, без разницы. И после этого он возвращает колоду мне. Я прошу его сказать стоп на любом месте. Допустим, вот здесь. Это абсолютно свободный выбор. И еще раз сказать стоп на любой карте. Допустим, он сказал стоп вот здесь. Мы положим ее вот сюда. И, смотрите, начинали мы с вами с дамы пики. И, по идее, если все зритель сделал правильно, он должен был найти даму крести. Давайте посмотрим. Ну, не получилось. Такое бывает, на самом деле. Ничего страшного. Но у меня всегда есть запасной план. Он находится у меня в коробочке. Это две карты. И это тройка и дама. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет очень классный фокус с совпадением. Концовка, опять же, очень неожиданная. Как вы любите. Демонстрацию вы уже видели. И сейчас, прежде чем перейти к обучению, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И нажмите на колокольчик. Ну, а также, если вы не знаете, где купить качественные и оригинальные карты, конечно же, это магазин 54karts.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Есть мой фирменный набор Неро Янг. Ссылка на магазин будет в описании. Там быстрая доставка и приятные цены. Ну, а мы переходим к обучению. Этот фокус основывается на очень крутой технике. А именно на двойном подъеме, который можно кинуть на стол. Выглядит это примерно так. Мы берем с вами две карты, да, переворачиваем двойной подъем. И после этого мы можем спокойно вот таким вот образом отпустить их на стол. И они не разъедутся. Это будет выглядеть суперспокойно. Супер вот, ну, просто не прикопаться. Это офигенная техника. И с помощью этой техники, в принципе, и делается этот трюк. Сейчас мы с вами разберем эту технику сначала, а потом, как показывать сам трюк от начала и до конца. Как делается эта техника? Изначально мы делаем обычный двойной подъем. То есть ставим на брейк две карты. Вот так. Переворачиваем их вместе. Как одну, как будто это верхняя карта. На самом деле здесь две. После этого я, например, увожу их чуть ближе к зрителю. Чтобы их было удобно поднять вот так. То есть, видите, я нажимаю средним пальцем вот сюда. И большой может спокойно подхватить и взять эти две карты. И расположение пальцев следующее. Почти посередине, чуть левее. Ну, в моем случае средний палец вот так. Он именно вот так вот идет по карте. Большой палец противоположной стороны указательный здесь. Примерно по центру. Но тоже они находятся чуть левее от центра. Все три пальца. И что я делаю? Смотрите. Первым делом я отпускаю средний палец. Таким образом две карты ударяются о поверхность. А после этого мне нужно просто толкнуть большим пальцем это все дело вперед. Грубо говоря, я соединяю, да, указательный и большой палец. Ну, грубо говоря. Раз, два. Все. Сложного здесь ничего нет. Нужна хорошая, разумеется, поверхность. Вы можете как на мягкую, кстати, скидывать эти две карты, так и на твердую. Без проблем. Но опять же, вам нужно просто потренироваться делать эту технику. То есть, раз, два. И самое главное, помимо того, что вы должны ее исполнять идеально, еще вы должны правильно расставлять приоритеты перед зрителем. Когда вы делаете этот двойной подъем, да, вы там показали карту, сейчас вы можете как бы обратить на нее внимание. Но когда вы делаете вот эту вот, ну, вот эту технику, да, со скидыванием на стол, вы вообще максимально пофиг, ну, вам пофиг должно быть. Вы вообще не должны обращать никакого внимания на то, что вы кинули туда карту. То есть, мы вернемся к ней попозже и все. И вы сразу же убираете от нее взгляд зрителя. Он просто увидел, что вы чисто вот кинули карту и все. Соответственно, здесь у нас две карты на самом деле. Именно вот это важный момент, чтобы у зрителя не было ни малейшего желания взять, потрогать, проверить и так далее. Вы сразу же переключаете его на другую часть трюка. Неважно даже, какой фокус с этой техникой вы делаете. То есть, двойной подъем. Здесь можно было обратить внимание зрителя на карту. У нас десятка черви. И после этого вы просто вот так вот спокойно ее скидываете и уходите вообще от этого места. Я надеюсь, это понятно. После того, как вы научились делать этот двойной подъем на стол, вам нужно будет подготовить колоду. И помимо этого, вам понадобится коробочка. Рекомендую использовать именно коробочку. Не закидывать карты, которые вы проявите в конце в карман. Потому что они могут согнуться и так далее. В коробочку. Просто берем коробочку, берем колоду карт, начинаем подготовку. Вам нужно взять две пары. Вот давайте даже мы будем идти, как у нас есть здесь. Берем две нижние карты. Тройка пики и король буби. Соответственно, нам нужно взять еще одну черную тройку, еще одного красного короля. Просто листаем и ищем эти карты. То есть, смотрите, я листаю, листаю. Где они у нас? Вот черная тройка. А вот красный король. Отлично. Все, у нас есть эти пары. Соответственно, и зрителю вы вначале будете объяснять насчет этих пар, как это работает. Но это чуть позже. Берете две из них, неважно какие. Ну, главное, разумеется, чтобы они были разбиты по парам. И кладете в коробочку. И все. То есть, вам просто нужно закинуть их внутрь. И забыть об этом, положить в коробочку. Вы готовы к показу. А эти две карты идут наверх. Все. Это вся подготовка. Здесь две карты. В коробочке две карты. Соответственно, порядок абсолютно не важен на самом деле. Как вам больше нравится. Мы готовы показывать фокус. И первым делом мы разворачиваем колоду лицом. И начинаем объяснять принцип. То есть, что мы вообще будем показывать. Чтобы зритель понял, как это работает и для чего. Потому что, когда вы найдете там четыре короля, это сразу понятно. О, он нашел четыре короля. А когда вы находите двух королей, там, и даже две тройки. То это немножко странно. И зритель не будет изначально понимать, в чем фокус. Соответственно, вы объясняете, что вы будете искать похожие карты. И объясняете, что это такое. Еще можно их назвать зеркальными, грубо говоря. То есть, вы говорите, вот у нас есть десятка крестик. Как ты думаешь, какая карта на нее похожа? Они будут называть все, что угодно. Там, 8 пики, 9 черви. Но вы в любой момент должны поправить их и объяснить, что это такое. То есть, десятка крести. Вы объясняете, это тоже десятка. И тоже черного цвета. Соответственно, это десятка пики. Листаете дальше, выбираете тоже какую-нибудь карту. И спрашиваете у зрителя снова, понял ли он. То есть, перепроверьте. Туз Буби. Тоже туз, тоже красный. Какая туз черви он называет. Ну и так далее. Парочку раз еще можно буквально. И после этого, вы помните, да, что у вас две карты здесь. Вам нужно просто перемешать колоду. Ну, после того, как вы проглядывали ее, да. Чтобы у зрителя не было вопросов. Вначале мешать не надо. Сначала объясняете принцип. Потом разворачиваетесь и перемешиваете. Соответственно, эти две карты вам нельзя никуда замешать. И когда я перемешиваю, я просто сохраняю верхнюю часть. В верхней части, как вы понимаете. И замешиваю. Отлично. После того, как я вот сделал вот такую вещь, я еще делаю несколько подснятий. С сохранением верхних карт. Я переверну, чтобы было удобнее наблюдать. Подснял раз. Поставил мизинец. Накидал еще несколько стопок и срезал с мизинца. Соответственно, эти две карты у нас остались на своем месте. Я надеюсь, это понятно. То есть, объяснили принцип. Сделали тасовку с сохранением верхней части. Сделали подснятие с сохранением верхней части. Теперь мы делаем двойной подъем. То есть, переворачиваем две карты. Перевернули вот так. И снова задаем вопрос зрителю. Какая карта похожа на короля Буби? Ну и он начинает говорить. Король червей. Как только он сказал, мы разворачиваем и делаем вот эту технику. Просто кидаем туда. То есть, мы взяли. Он увидел этого короля. И говорит, хорошо, мы будем его искать. И сразу же переключаем внимание на колоду. То есть, хорошо, мы будем его искать. И даем колоду человеку сразу в руки. Чтобы у него, во-первых, руки были заняты. И он не начал проверять. Вот это, да. И, во-вторых, как бы вы полностью себя обезопасите. Он начинает перемешивать карты. Хотя здесь-то на фокус никак не влияет. Он перемешивает. Значит, у нас здесь, соответственно, уже лежат эти две карты. Давайте я их положу еще раз. Он перемешивает. Допустим, вот так. Возвращает вам. И вы начинаете пролистывать их вот так. И просите сказать стоп. Реально, где он скажет стоп, там вы и останавливаетесь. Допустим, здесь. И верхнюю часть вы убираете. То есть, как бы, ну, он остановил вас здесь. Значит, он выбрал вот это место. И после этого не надо сразу, да, скидывать. Сделайте чуть посложнее. Можете спросить у него, назови любое число. Там от одного до сколько здесь карт. Ну, 20, да. Либо просто скажи стоп на любой карте. И начинайте отсчитывать вот так. Он говорит стоп. Допустим, вот здесь. И после этого вы делаете следующее. Просто посмотрите на эту шикарную технику. Вот ваш двойной подъем. Это просто идеально. Я не знаю, нет, наверное, вообще лучше иллюзии с картами в мире, по-моему. То есть, смотрите, насколько это четко смотрится. Просто шикарно. Вот, обалденно. Кто и не понял, да? У нас здесь двойной подъем. И мы делаем следующее. Одновременно. Мы вот так вот берем карту. И просто вот делаем вот это. И в этот же момент большим пальцем мы отодвигаем вот эту карту в сторону. И это выглядит так, как будто мы положили вот эту карту вот сюда. Вот так. Я надеюсь, это понятно. То есть, смотрите. Большой палец двигает вот так. Мы ее берем. Делаем вот такой вот. Ну, вот такой звук. И большой палец сразу же ее задвигает назад. А здесь же большой палец выдвигает вот эту карту вперед. В скорости это выглядит примерно вот так. Вот наш двойной подъем. Положили карту. Это все собрали. Это нам не нужно. И теперь, когда мы собрали все вот это вот ненужное, это мы вообще забыли просто об этой части. У нас здесь две карты. Мы берем сначала нижнюю карту. Показываем, да, что это король. Кладем вот так. Говорим, что мы начинали с короля Буби. И найти ты должен был короля черви. Давай посмотрим, как ты справился. Делаем небольшую паузу. Возможно, испуганное лицо. И показываем, что, ну, даже не близко, да. И, кстати, да, выбирайте желательно карты, которые совсем отличаются друг от друга. Будет еще лучше. И после этого говорите, что у вас всегда есть запасной план. И сразу идете к коробочке. И здесь нужно, чтобы все было четко. Чтобы зритель не подумал, что вы забрали отсюда как-то карты, еще что-то. Покажите вот так пустые руки и говорите, у меня всегда есть запасной план. Открываете аккуратненько. И просто скидываете вот так вот две карты себе в руку. Убираете коробочку. Поворачиваете их на себя. И здесь у вас может быть две ситуации. Вот такая или вот такая. Если вот такая, то вы просто кладете их вот так. Если же наоборот, да, то вам нужно просто будет вот так вот сделать. То есть поменять местами, положить. Ну, чтобы это было красиво. Вот так, да. И все. На этом трюк заканчивается. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...